Путь к званию мастера спорта Ирина Тимонина начала еще в детском саду. Правда, тогда ни сама спортсменка, ни тренеры не подозревали, какое будущее ее ждет в спорте. Занималась Ирина наравне со всеми, только ближе к старшим классам поняла, что хочет добиться чего-то большего, закончить школу, имея спортивное звание. И вот, наконец, мечта сбылась. На прошедших всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойной мини-трампе кубок Ярослава Мудрого Ирина выполнила норматив мастера спорта. Прошло еще не так много времени, и, наверное, я нахожусь еще в какой-то такой эйфории. Не до конца верится, что цель достигнута, и действительно это большой труд, который привел к успеху. И это может показаться для меня чем-то недостигаемым в какой-то мере, но это произошло, и я безумно рада. Пока девушка в 10-м классе. До окончания школы она планирует продолжать занятия, изучать новые элементы и участвовать в соревнованиях. В этом году на счету отделения прыжков на батуте два мастера спорта. Вместе с Ириной на этих соревнованиях норматив выполнила еще одна воспитанница спортивной школы «Икар» Тамара Давыдова. У нас уже лет 6-7 не было мастера спорта. У нас последняя была Алексеева Ирина, мастер спорта международного класса ей присвоили. И все, вот после этого у нас не получалось. То мальчики пролетали, у нас и Ермаков хотел выполнять, Славин, но никак не получалось. Одну, две десятых не хватало. И вот так не выполняли. А здесь девочки вот не подвели они. Как говорит Александр Каранаевич, дойти до мастера спорта нелегко, надо работать. Причем начинать нужно как можно раньше. Детей приводят в 4-5 лет, в крайнем случае в 6. Затем уже поздно. В 10 лет мы уже таких не берем. 9 лет уже выезжают на первенство России по первому взрослому разряду. 9 лет. Там мы таких-то не берем. Уже поздновато, конечно. Мы берем вот с 6 лет, можно взять с 5. Здесь зависит, какой ребенок еще. Есть слабенькие дети. Сейчас тяжело вообще найти таких. Для малышей, которые только делают первые шаги в спорте, прыжки на батуте – это прекрасный способ выплеснуть энергию и вдоволь призвиться. Маленьким непоседам намного важнее, чем взрослым тренировать ловкость и координацию, укреплять мышцы и сухожилия. А у старших ребят этот спорт и развивает силу воли и закаляет характер. В первую очередь, наверное, это умение падать и вставать. Несмотря на все падения на тренировках, какие-то неудачи или еще что-то в этом роде, ты все равно продолжаешь вставать и делать еще раз. То есть это упорство, это стремление. Для меня это в первую очередь те качества, которые мне дал спорт. Сейчас воспитанники Икары готовятся к областным соревнованиям. Победители призера турнира автоматически войдут в сборную области и будут участвовать в чемпионате России.